Питер Линч один из самых известных управляющих взаимными фондами в мире. По мнению Линча, лучшие результаты достигают именно за счет медленно и стабильного роста. Я сделал много денег на Данки Донатс. Я могу этот бизнес понять. Когда были спады, мне не нужно было беспокоиться о том, что происходит. Я мог пойти туда и проверить, что все еще там. Мне не нужно было беспокоиться о низкой цене корейского импорта. Я мог это понять. Вы смеетесь. Я заработал в 10-15 раз больше своих денег на Данки Донатс. Это те акции, которые я могу понять. Это единственный самый большой принцип. Меня беспокоит то, что люди очень заботятся о деньгах, прежде чем купить холодильник или, например, телевизор. Изучают потребительский отчет и отзывы. Они спрашивают у людей с опытом, какой автомобиль купить или проводят исследования. Задумываются дальше, сколько чаевых оставить в автобусе. А вот в какие акции они вложат деньги, все происходит быстро. И они удивляются, почему они теряют деньги на фондовом рынке. И когда они теряют деньги, они обвиняют в этом все учреждения, программы, обучения. Это ерунда. Они не проводили никаких исследований. Они просто купили кусок барахла и даже не смотрели на баланс компании. А баланс компании очень важен. Я пытаюсь объяснить людям, что есть методы и причины, по которым акции растут или падают. Легко вспомнить, что Кока-Кола зарабатывает в 30 раз больше на акцию, чем 32 года назад. Акции выросли в 30 раз. Ведь если компания зарабатывает меньше, чем она зарабатывала 30 лет назад, и акция стоит вдвое дешевле, чем 30 лет назад. Акции – это не лотерейный билет. За каждый акций стоит компания. Это не так уж сложно. А люди слишком увлекаются. И прежде всего, они пытаются предсказать фондовый рынок. А это пустая трата времени. Никто не может предсказать ситуацию на фондовом рынке. Они пытаются предсказать процентные ставки. И никто не может предсказать экономику. Я много видел людей в этом зале. В 1982 году у нас была большая инфляция и большая безработица. Почему-то никто из этих людей тогда это не предсказал. Никогда не вкладывайте деньги в компанию, до тех пор, пока вы не собрали информации о ее перспективах, финансовых положениях, конкурентной позиции, планах расширения и так далее. Также нужно сказать, что вкладывать можно только такую сумму, потери которой не повлияют на вашу поседневную жизнь в обозримом будущем. Также я распределяю акции на две категории. Есть цикличные компании и нецикличные компании. Цикличными являются, например, автомобильная промышленность, даже военная промышленность и то является цикличной, поскольку их прибыль растет и падает в зависимости от государственной политики. Такие акции этих компаний не имеют постоянный глобальный рост. Эти компании идут вместе с циклом экономикой. Если экономика растет, то эти компании тоже растут. Если экономика падает, то эти компании тоже падают. Обычно выгодно покупать такие компании, когда экономика упала, а потом скидывать их на самом пике экономики. Приугадать это, конечно, очень сложно, но вам не нужно в день в день угадывать, когда будет рецессия, а когда будет пик экономики. Ну а как поступать с компаниями, которые растут на долгосрочной перспективе постоянно? Здесь я всегда говорю, не продавайте акции до тех пор, пока фундаментальные показатели компании не ухудшатся. Ну а также нужно сказать, паническая продажа всегда дешевая продажа. Постоянное присутствие на рынке повышает доход более чем в два раза. Поэтому, когда меня многие спрашивают, когда лучше всего инвестировать в рынок, я говорю, прямо сейчас.